2022 стал самым тревожным годом в истории нашего поколения. Никогда еще внимание всего мира не было столь пристально приковано к войне между двумя соседними странами. Ну и, конечно же, страх перед возможным началом ядерной войны, которая, если уже разразиться, то коснется всех стран нашего страдающего мира. Поведал об этом видении и записал его значение великий божий пророк Даниил. Перед тем, как их раскрыть, давайте вкратце возобновим в памяти несколько исторических фактов. В начале 20 века три мощные империи – британская, французская, российская – заключили оборонительный союз против очень мощной возрождающейся империи, которую по-немецки называют Второй рейх. К 1919 году на карте мира перестали существовать германская, австро-венгерская и российская империи, что являлось исполнением пророчества. Первая мировая война и ее исход являются исполнением пророчества Даниила. То именно сейчас мы с вами живем в пророческом периоде, которое Даниил называет «днями тех царств». И зададимся вопросом, кто в последнее время имеет рычаги влияния, чтобы сделать так, чтобы кто-то не смог ни продавать, ни покупать, то очень быстро мы придем к единому выводу – это Соединенные Штаты Америки. Вот перед нами пророчество об однополярном мире. Для чего он должен быть построен? Об этом тоже сказано. Но каким же образом столь юное государство, как США, обрело такую глобальную экономическую власть, что в будущем сможет воспользоваться ею для создания однополярного мира? Давайте вновь перелеснем назад страницы истории. Первую мировую войну выиграли США. Как так получилось? Дело в том, что Америка выиграла войну не только военными усилиями. В действительности военных усилий было минимальное количество. А вот финансы – пожалуйста. На протяжении всей мировой войны Британская империя, Франция, Россия стали должниками США. А долги, как мы знаем, нужно возвращать. И это бремя повесили на Германию. Начался второй этап битвы империй. То есть опять желание восстановить Германскую империю и опять мировая война. И кто выиграл войну? Соединенные Штаты. Как итог – Советский Союз в развалинах, вся Европа в развалинах, Япония в развалинах. А все деньги в умопомрачительном количестве оказались вновь в Федеральном резерве. Еще тогда США начали выходить на Олимп мощнейших держав в мире. Естественно, прежде всего это не понравилось Иосифу Виссарионовичу Сталину. И Советская империя канула в небытие. Ровно как и британская и французская. Таким образом, были устранены все препятствия для начала интенсивного строительства однополярного мира. Что будет твориться на политико-религиозной арене в заключительные годы или месяцы мировой истории? Библия продолжает пророчество. Под конец же времени сразится с ним царь Южный и царь Северный. Устремится, как буря на него с колесницами, всадниками и многочисленными кораблями. И нападет на области, наводнит их и пройдет через них. Итак, в завершении мировой истории царь Южный сразится с царем Северным. Что же это за цари? В Библии царь Северный – это Вавилон. Царь Южный – это Египет. Вавилон в Ветхом Завете – это столица язычества. В новозаветный период им становится Папский Рим. Ну и естественно, когда Папский Рим – зверя с десятью рогами и семью головами – заканчивает свое существование, то эстафетная палочка Вавилона передается зверю с агнчими рогами, который выглядит как агнец божий, а говорит как дракон и хочет, чтобы все поклонялись первому зверю – Ватикану. И для этого использует экономические рычаги, которые достались США после победы во Второй мировой войне. Что такое Южный царь? Согласно Библии, это Египет, прообраз безбожия. Точно так же, как олицетворением Вавилона было несколько политических образований, олицетворением безбожия тоже было несколько политических образований. В какой-то момент это была преднаполеоновская и наполеоновская Франция. Потом через Ленина эстафета была передана тому, во что превратилась Российская империя – Советскому Союзу. Царская Российская империя не подходит под эти характеристики. Советский Союз подходит. Но на сегодняшний день, если разобраться, какое население является наиболее безбожным и олицетворяет именно принцип «безбожие», то мы увидим, что Российская Федерация не подходит под это библейское определение. Глобально Россия остается страной, в которой основная официальная религия – христианство. Южный царь последнего времени – это должна быть сила, тотально отрицающая Бога. И такая сила сегодня присутствует в регионе, где проживает население, превышающее все остальное население земного шара. Это Юго-Восточная Азия. И самая безбожная идеология сосредоточена в трех религиозно-философских течениях – буддизме, конфуцианстве и даосизме. То есть весь этот регион, в принципе, живет и практикует свою идеологию без Бога. За последние десятилетия мы наблюдаем за военными вспышками в разных частях мира. Гибли и продолжают гибнуть сотни тысяч людей. Это неописуемо ужасно. Но главный, кульминационный конфликт в истории человечества – это конфликт между царем Севера и царем Юга. Война между атеизмом и ложным богопоклонением, которое навязывает верующему миру дьявол. Сотни библейских пророчеств уже сбылись. Осталось так мало. Мы на самом деле живем в последнее время мировой истории. Поэтому, при том, что Россия не подходит под описание южного царя, библейское пророчество говорит, что все-таки однополярный мир будет построен, но только на очень короткое время. 45-й текст гласит, И раскинет он царские шатры свои между морем и горою преславного святилища, но придет к своему концу, и никто не поможет ему. Однополярный мир продлится недолго, потому что нам известен его конец. И восстанет в то время Михаил, князь великий, стоящий из-за сынов народа твоего. И наступит время тяжкое, какого не бывало с тех пор, как существуют люди до сего времени. Но спасутся в это время из народа твоего все, которые найдены будут записанными в книге. Данное видео построено на проповеди доктора Александра Болотникова. Правдиво ли вышеизложенное толкование пророчеств в книге Даниила и Откровения покажет время? Сегодня остается еще много вопросов без ответов. Один из них – станет ли война на территории Украины детонатором, который запустит Третью мировую или ядерную войну? Станет ли это причиной того, что Соединенные Штаты выступят во всем своем могуществе? Библия не дает четкий ответ на этот вопрос. Но Священное Писание повествует, что Северный Царь установит однополярный мир, который долго не продержится, потому что придет Михаил, князь великий, наш Господь и Спаситель Иисус Христос. И спасутся лишь те, кто запечатлен божественной печатью, чьи имена записаны в книгу жизни, кто безоговорочно уверены во Христе Иисусе, кто твердо стоят в истине, основанной на Божьем Слове.